И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Традиционно рада вас приветствовать в нашем эфире. Так, доброго дня, добрый день. Тарас, а какая еще техническая, законодательная работа должна быть проделана Украина? Какие требования Киев еще должен выполнить? Ну тут вопрос больше не в Киеве, а больше в ЕС, если у них деньги на осваивание Украины. Потому что такую огромную страну они еще не принимали в свой состав, потому что, например, для сравнения Польша, вот можно соотносить как бы размеры. Это Польша, ну, например, по размерам это в два раза меньше, чем Украина. То есть это, соответственно, оценка, сколько нужно субсидий вкладывать в Украину, сколько ресурсов нужно, вот есть ли такие деньги в ЕС, там, да, как мы вписываемся в экономику. И там еще очень много вопросов, не только законодательных. У некоторых стран есть еще чисто такие гуманитарные вопросы. Оказывается, кому-то что-то не понравилось, где там кто-то кого-то дал в морду, извиняюсь за выражение, сто лет назад, и теперь требуют объяснения от Украины. Хотя тогда Украина как государство, ну, в таком формате не существовало. Например, по той же истории с Волынью. Там больше претензий есть к Советскому Союзу, а не к Украине, как независимому государству, и много чего другого. Поэтому очень много еще плюсов. Мы должны понимать, что россияне активно будут играть против Украины, выдвигая какие-то абсурдные требования к Украине со стороны разных стран. Так что я бы не настраивался меньше, чем на 10 лет. Опять же, не из-за того, что украинцы такие плохие, и что-то у нас законодательство. Мы можем законодательство выполнить все, что угодно. Тут вопрос, опять же, внутренние игры в середине Советского Европейского Союза. Второе, Украина очень мощный конкурент по многим направлениям для европейцев внутри. И мы должны перестраивать, в первую очередь, экономику. Потому что с такой экономикой, которая ориентирована на экспорт просто сырья, мы не вписываемся в экономику. Это мы должны понимать, поэтому тут, с этой стороны, мы должны тоже делать усилия. А выполнение задач Украины в условиях войны, как оцениваете? Не, я же говорю, законодательство мы можем любое принять. Это не проблема. То, что было проделано за эти два с половиной года, по сути, это опыт уникальный? Ну и опыт уникальный. До этого же проходила синхронизация еще с 2014 года. Даже раньше она еще начиналась. Поэтому сказать, что там какие-то глобальные расхождения, я бы очень осторожно говорил. И поэтому в данный момент, опять же, это двусторонний процесс. Мы не должны думать, что только вот из-за того, что у нас какие-то законопроекты не приняты и так далее. Как раз я думаю, что как раз в части законодательства у нас очень многое сделано и так. Здесь действительно законодательство больше придется менять Европейскому Союзу. Ну и кроме того, Евросоюз действительно готовится к новому расширению, заявила об этом Катерина Матернова. На что указывает то, что в новом составе Еврокомиссии должность комиссара по соседству и расширению будет называться комиссар по расширению. По мнению посла ЕС в Украине, это действительно не случайное изменение. Теперь Евросоюз возвращается к расширению. И это полностью отражает появление политического консенсуса о том, что расширение неизбежно, отметила посол. Говоря об этом расширении, какие государства заинтересованы во вступлении в ЕС и какой интерес самого Евросоюза в этом расширении? Ну, расширение рынков сбыта, включение новых стран, геополитическое влияние и так далее, и так далее. Потому что, ну, это тоже вопрос, а вот зачем существует Европейский Союз? Должна быть какая-то тоже идеология. То есть, если распространение вот этой вот матрицы Европейского Союза дальше, то оно должно идти дальше. На Кавказ, Беларусь в том числе, скорее всего, Молдова, Западные Балканы. Но проблема, опять же, все упирается в том, что это очень небольшие страны, например. Украина – это глобальный вызов для Европейского Союза, потому что это изменение и политический баланс в Европе. В сторону усиления Восточной Европы, да. Очень много будет меняться, да. Огромная, опять же говорю, огромная страна, население, ресурсы. То есть, это, ну, очень большой кусок, который, ну, сложно просто переварить будет. Говоря о коммуникации между Украиной и Европейским Союзом, звучали заявления о том, что будут изменения, кадровые изменения. Может ли это как-то повлиять или, в принципе, нет? Ну, опять же, изменения – это одно, говорю. Вопрос денег. Есть ли у Евросоюза деньги, чтобы принять Украину? Ну, смотрите, в Польшу было вложено, ну, порядка 250-300 миллиардов евро. Это только официально, это только дотации. Я вам говорю, размеры дотации в Украину – это просто должны быть огромные. То есть, это вопрос, потянет ли Германия, это у них там может быть в рецессии. Франция возникнутся, тем более, что, например, Польша вступала в Евросоюз, когда Великобритания была в составе Евросоюза. То есть, треть бюджета они еще тянули. Опять же, мы конкуренты по многим направлениям страны Восточной Европы. То есть, вы должны понимать, что приближение Украины к ЕС, просто приближение перспектива, ставит под вопрос потери экономические, в первую очередь, для небольших стран, которые с нами соседствуют. Это Венгрия, это Словакия, Румыния, но и Польша, в том числе, мы об этом не должны забывать, потому что страна перспективнее, меньше базисные условия. То есть, если ты сейчас складываешь 1 миллион долларов, ты просто на приближении Украины к ЕС, на капитализации, можешь 5 получить через несколько лет. То есть, очень-очень много еще других нюансов, которые вот так вот дипломаты вам не скажут, но они очевидны. По финансированию. Европейский Союз финансирует оборонные заводы Украины за счет российских активов. Уже есть первые заказы. Об этом заявила посол Евросоюза в Украине в интервью «Европейской правде». 400 миллионов евро из первого транша направили на финансирование именно украинских оборонных предприятий. Из них, например, оплачено производство гаубиц Богдана. Ранее ЕС одобрил схему использования доходов от замороженных российских активов. Проценты направляются в пользу Украины. В августе выделили из них первые миллиард 400 миллионов евро для разных стран-членов для поставок оружия в СУ. Дания придумала систему и заключила контракт с оплатой производства гаубиц на украинских предприятиях. Со следующего транша еще большая сумма пойдет непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Потому что вы производите продукцию такого же качества за меньшее деньги, делаете это быстрее. Транспортные и логистические расходы у вас меньше. И в дополнение производители платят налоги в Украине и помогают поддерживать экономику. Это то, чем я особенно горжусь, потому что я была одним из самых ярых защитников этой идеи. Поэтому я очень рада, что теперь эта система реально заработала. Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, в интервью «Европейской правде». Говоря об использовании доходов от замороженных российских активов, как считаете, сложно ли это было юридически организовать европейским странам? Ну, с активами, то есть с доходами они уже как-то разобрались. Там есть какая-то юридическая рамка, которая позволяет это безболезненно для финансовой системы Европы это сделать. Касаемо само тело кредита, скорее всего, нет. Я сомневаюсь, что они когда-нибудь это... Ну, не кредиты, а имеется в виду тело вот этих вот активов. Там есть очень много юридических моментов, которые вряд ли они будут реализованы. И касаемо то, что дают деньги на оборонку, это очень хорошо. Я думаю, что в Украине тоже нужно упрощать процесс получения этих денег, чтобы они проходили не через министерство, напрямую, например, через этот тот, но организацию, которая закупает эти вещи, да, чтобы сразу давались предприятиям, которые непосредственно имеют контракты с Министерством обороны. Ну, вот как Богданы, там, по-моему, 40 миллионов было оплачено, Богданы 18 штук сделали за 20 месяцев, за 2 месяца. Это отличная производительность. Ну, пусть украинская бронетехника и получает эти деньги очень быстро, оперативно, как и другие предприятия. То есть мы должны понимать, что надо получать ресурс, где только возможно. Еще нужен в Украине либерализация экспорта оружия. Нужно, чтобы еще больше зарабатывались деньги за границей и платились налоги в середине страны. То есть можно там 1 миллиард заработать валюты, плюс на 200 миллиардов гривен оплатить в бюджет. Это все возможно делать и нужно делать. Еще один аспект хотел бы с вами обсудить. Ранее посол Евросоюза в Украине говорил о том, что Европейский Союз планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину и поставлять оборудование. Она отметила, что в ЕС уже несколько месяцев назад начали готовить меры, которые помогут облегчить ситуацию для украинской энергосистемы зимой. Она объяснила, что речь идет об увеличении регулярного лимита для Украины. Также ЕС выделил 200 миллионов евро в качестве грантов. Часть этих средств пойдет на поддержку Украэнерго, оператора энергосистемы. Еще одна часть на ремонт украинских ТЭС. Ведь именно там можно получить наибольшее количество гигаватт генерации как можно быстрее. Еще немного средств пойдет на ремонт возобновляемых источников энергии. Посол считает, что Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической. Что еще может сделать Европейский Союз для того, чтобы помочь Украине пережить зиму? И может ли? Дать больше оружия, чтобы Украина била по территории России. У них не было возможности наносить удары, потому что, к сожалению, такие возможности пока есть. ПВО, конечно, для того, чтобы защищать. Ну и уничтожение, перенос войны на территории Российской Федерации. Это единственное, что может и ускорить завершение войны для Украины на приемлемых для Украины условиях. Ну и прекратить войну в Европе. Это только помощь и война на территории России. А еще один момент очень важный. Говорила, заявления были сегодня от Урсулы фон дер Ляйн. Сегодня же она едет в Украину. О каких целях визита можно говорить? Каких решений можно ожидать? Ну, посмотрим. Потому что еще мы не видели повестку дня. Многое, что будет обсуждаться. Возможно, опять же, помощь финансовая. Европейцы, скорее всего, будут брать на себя больше нагрузки. Тем более, что Соединенные Штаты Америки, судя по их политике, всех президентов, они как раз жирно намекают Европейскому Союзу, что это ваша война, это ваши проблемы. И давайте вы больше будете финансировать свою безопасность. В том числе. И я думаю, что вопрос об увеличении финансирования, в том числе, Украины, и многое чего другое. Тарас, спасибо огромное вам за разъяснение. Зрителям напомнят, был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.